всем привет здравия и благополучия вот принесли такую машинку как бы на ремонт она попала в воду не совсем долго просушили и она немножко дала дыму задымилась здесь стоит вот такая вот плата это розетка как вы знаете коричневый синий коричневая то у нас а синий дн то есть ноль и фаза светло-зеленые это заземление розетка европейского типа здесь значит заземление а тут как получится давайте приглядимся к этому делу здесь видите регулировка скорости видно да здесь регулировка скорости ну такая машинка тоже я как-то стал смотреть но возможно ее починить и почему надо было очень долго просушить сушить ее потому что смотрите здесь эти дырки есть такие сквозные отверстия на платье раз два три четыре и конечно вода туда попала по всей видимости это здесь стоит импульсный преобразователь с 220 ой на импульсный импульсный преобразователь потому что здесь очень интересная группа транзисторов то есть их раз два три четыре пять шесть и все покрыто лаком кстати еще транзисторы мне так не видно глазом сейчас подключим микроскоп посмотрим тоже я думаю как же она управляется то есть кнопка стоит так сверху и вы нажимаете и получается оказывается вот здесь внутри ну и получается срабатывание машинки здесь кнопка включения это вот этот микрик играются светодиоды что она включена выключена получается у нас в будущем режиме то есть это не кнопка с фиксацией обычными крик и здесь видите включением происходит вот это и классно как на всех машинках я думаю как и что оказывается здесь магнит я думаю как же она включается ну возможно он той стороне гиркон стоит и он видите все в герметике здесь получается чтобы мне добраться до каких-то вещей которые с той стороны может подгорели мне нужно вытаскивать все с герметиком тут все загерметизировали нафиг белым компаундом каким-то но внутри там пусто герметика нету и давайте поглядим давайте поглядим на этот самый что за двигатель здесь интересный такой просто интересно что у нас тут что-то на килоум мы поставим это корпус по нулям и корпус не звонится с обмотками обмотки между собой звонится я думаю что все таки тут трехфазный двигатель стоит обмотка 1417 16 или в звезде или в треугольнике что у нас на проводах показывает 1 и 5 и на 8 не на 6 и на плату потенциометра идет сюда в этот разъемчик повторяю плата залито ком тоже плата залито лаком прозрачным здесь видите что сразу можно сказать здесь преобразователь какой-то напряжение маленький может быть для управления этих транзисторов здесь какой-то и прочих здесь еще также есть разъем и так программирование по всей видимости с той стороны еще микроконтроллер какой-то стоит не для этого жены не для и помчика же разъемчик ну и получается такая фигня что у нас здесь видите подгорел подгорел один транзистор и даже похоже у него виним переход с этой стороны платы на другую сторону сгорел что здесь это переходы туда на другую сторону здесь видно так ладно давайте посмотрим вообще эта система значит получается такая вещь если это трехватный мотор то у нас здесь три значит эти три фазы делает у нас вот эти ключи то есть мы выпрямляем напряжение значит 220 вольт 220 вольт там допустим 400 на 380 стабилизируем его и потом уже начинаем фазирование начнут на три фазы ну я так думаю давайте глянем что это заключить чтобы убедиться в этом прав я или нет но это так предположительно как бы мы рассуждаем что и но это может быть все по-другому хотя она вряд ли воде посмотрим что это за транзисторы здесь сейчас я сфокусируюсь верх ногами это у нас ребята gd gd 10 h f60 кд вот такой транзистор интересный но это уже ребята не мосфет это уже новое поколение транзисторов видите они применяются теперь практически везде их ставят даже в шлифовальных машинках они более помехоустойчивые более скоростные гбт эти транзисторы и примерно мостовая схема значит здесь получается у нас верхнее плечо нижнее плечо на каждую фазу верхняя нижняя верхняя нижняя но конечно интересно на какой частоте это трехфазное напряжение происходит то ли напряжением регулируется скорость этой машинки то ли чистотой то есть скважинностью интересно интересно эта тема такая но я боюсь что я не смогу его починить потому что он изолит компаудом это надо все это взрывать дело еще если это взорвать тогда может это повредиться так что скорее всего что лучше наверно заказать плату а это так на разбор куда-то чего-то определить ну во всяком случае мы с вами познакомились с машинками нового поколения которые сейчас продаются не знаю сколько она стоит видите здесь заборник для пылесоса пылесоса машинка внешне она напоминает скорпио какая-то внешне она напоминает обычные более-менее видите все защищена от влаги 8 поспешили поспешили и запускать надо было бросить ее в сторону лучше даже просушить разогреть градусов на 150 200 и глядишь она выработала всякое бывает жизнь как бы не спрашивает тебя преподносит сюрпризы может быть мы ее и заломаем просто очень сложно получается надо проститься с этой всей пластмассовой наружной оболочкой потому что здесь я вижу что если это управляющий вход как бы получается или нет надо посмотреть как бы в этих новых транзисторов такая штука что у него вход полевика впереди полевой транзистор за ним обычный один или два то есть у него получается больше входное сопротивление то есть он никакого тока не потребляет состояние покоя и на выходе тогда уже открывается этот самый на полную катушку кремниевые или там кремниевая нож какой-то другой структуры эти транзисторы обычные потому что на транзисторы тоже там падение напряжения большое будет в открытом состоянии то есть это какие-то интересные там связка этих транзисторов полевого и обычно ну как обычно необычно и получается что они могут это вот судя по дата шиповый на 10 ампер 600 вольт сама машинка давайте посмотрим где-то не должно быть шельдики но она на 200 200 ватт машинка но вот здесь мы видим что она 250 вольт вот 50 250 ватт и и 10 тысяч оборотов в минуту не может делать а четырех до десяти тысяч регулированием может происходить кисточку возьмем какой-нибудь 250 вольт 50 герц диски 150 миллиметров наждачные итальянская модель виталии ну вот так вот такое интересное устройство это шлифовальная машинка так что вы ребятки с ней познакомились куча маленьких каких-то микросхем но это транзистор это я не знаю что гиркон не знаю гиркон не гиркон как-то вот именно сюда попадает крышки прямо в эту часть но я думаю что там гиркон в этой вакууме что контактом шевелиться надо то есть это получается у нас если мы применяем гиркон то в вакууме нету и искрообразования когда контакт сработает поэтому эта идея хорошая думал как она работает как она включается видеть как все просто оказывается все очень гениально и просто то есть ничего нового нет кроме вот изобретение этих транзисторов и кбт но это вот этот это явно 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 явные у нас преобразователь напряжения то есть неизвестное понижение или повышение почему-то у него два клопата два жука и микрухи по 6 ножек дроссель на 150 делать щетки этот вот вот этот я имею ввиду что в преобразователях импульсниках применяются диоды щетки надо вскрывать корпус и потом уже пробовать пробовать что-то или заказать плату но дело в том что тут заказали плату чтобы заменить на этой машинке короче сказали вместо нее прислали еще такую машинку и сказали я вам дарю ее вот такая у нас произошла такой ремонт этой платы но на этом все здравия благополучия всех успехов в вашем бизнесе не знаю как он в автодиагностике легких вам заказов в ремонте то же самое больше бабла здравия благополучия